Оценка воздействия на окружающую среду При подготовке оценки воздействия необходимо, конечно же, в первую очередь руководствоваться требованием Экологического кодекса Республики Казахстан, а также кодексами и законами, имеющими требования в области охраны окружающей среды. Это кодекс о недрах, водный кодекс, земельный кодекс, закон об особо охраняемых природных территориях. Также необходимо особо отметить подзаконные нормативно-правовые акты, а именно инструкция по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденную приказом министра охраны окружающей среды Республики Казахстан, номер 204П 2007 года. И также вспомогательные нормативно-правовые акты, а именно методика определения нормативов эмиссии в окружающую среду, это 110-й приказ, утвержденный приказом министра охраны окружающей среды Республики Казахстан. Также санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов, санитарные правила, утвержденные приказом министра нацэкономики Республики Казахстан, номер 237. А также необходимо отметить перечень загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссии. Это 26-й приказ министра энергетики от 21 января 2015 года. Со всеми этими подзаконными нормативно-правовыми актами, а также другими, вы, студенты, можете ознакомиться, а также скачать для руководства с информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Республики Казахстан ИПС «Адлет», который сейчас представлен перед вами. Также необходимо сказать о документации оценки воздействия на окружающую среду. При представлении документации ОВОЗ на государственную экологическую экспертизу, пакет документов ОВОЗ представляет собой следующие документы. Это непосредственно заявка или заявление от заказчика или инвестора намечаемой деятельности, основной проект, которому разрабатывалась оценка воздействия, то есть техническая часть, также ОВОЗ или непосредственно оценка воздействия на окружающую среду, протокол учета общественного мнения, который может быть представлен протоколом, и также план природоохранных мероприятий. Данный пакет документов регламентирован в настоящее время 130 приказом об утверждении правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденный приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов от 2 июня 2020 года. Теперь мы можем плавно перейти к компонентам окружающей среды, которые рассматриваются в рамках оценки воздействия на окружающую среду. По воздушной части или атмосферный воздух проекта ОВОЗ включает в себя следующие материалы. Это характеристика климатических условий района, необходимых для оценки воздействия, характеристика современного состояния воздушной среды, то есть здесь будет представлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с показателями кратности превышения предельно допустимой концентрации или ОВОВ, ориентированных безопасных уровней воздействия, по имеющимся материалам натурных замеров. Также обязательно будет представлена характеристика источников и масштабов расчетного химического загрязнения, при предусмотренной проектом максимальной нагрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах. Расчеты ожидаемого загрязнения воздушного бассейна проводятся с учетом действующих, строящихся и намечаемых к строительству объектов, а также существующего фонового загрязнения атмосферного воздуха. Также рассматриваются вопросы малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению или сокращению выбросов в атмосферный воздух, соответствующие передовому мировому уровню и опыту развития. Представляются предложения по этапам нормирования с установлением предельно допустимых выбросов, представляется обоснование размеров санитарно-защитной зоны с учетом прогнозируемых изменений и уровня загрязнения, а также оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха и анализ мероприятий и предложения по мероприятиям по снижению отрицательного воздействия, предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, а также предлагается разработка мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеоусловий. Водные ресурсы При рассмотрении оценки воздействия на водные ресурсы в ООСе необходимо отметить потребность в водных ресурсах для хозяйственной и иной деятельности на период строительства и эксплуатации, качество используемой воды, характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика, водный баланс объекта с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой воды как основного показателя эффективности системы водопотребления и водоотведения. Что касается поверхностных вод, обязательно в ООСе гидрографическая характеристика территории, характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью с использованием данных максимально приближенных наблюдательных створов. Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления. Это паводковые затопления, заторы, наличие шуги, нагонные явления. Оценка возможности изъятия нормативно обоснованного количества воды из поверхностных источников в естественном режиме и без дополнительного регулирования стока. Также обязательно рассмотрение необходимости и порядка организации зон санитарной охраны, количество и характеристика сбрасываемых сточных вод с указанием места сброса, конструктивных особенностей выпуска, перечня загрязняющих веществ и их концентрации. Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способов утилизации осадков очистных сооружений. Также в этом разделе предлагаются значения по достижению предельно допустимых выбросов, в состав которых должны входить оценка воздействия планируемого объекта на водную среду в процессе строительства, эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема и последствия воздействия отбора воды на экосистему. Оценка изменений русловых процессов, связанных с прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и выявления негативных последствий. Также приводятся водоохранные мероприятия, их стоимость, эффективность, очередность реализации. Необходимо отметить, что обязательной частью каждого раздела ОВОЗ является мониторинг. Естественно, здесь мы должны также прописать моменты по организации экологического мониторинга поверхностных вод. Что касается подземных вод, здесь необходимо добавить ОВОЗ гидрогеологическими параметрами описания района, наличие и характеристики разведанных месторождений подземных вод, описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта. Здесь будет и химический состав, эксплуатационные запасы, защищенность, обеспечение условий для его безопасной эксплуатации, необходимость организации зон санитарной охраны водозабора. Также оценка влияния объекта на период строительства и эксплуатации, на качество подземных вод, вероятность их загрязнения. Также анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод, обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения. И, конечно же, программа экологического мониторинга подземных вод. Теперь раздел недра ОВОЗ. Раздел недра необходимо характеризовать сведениями о наличии минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия планируемого объекта, о запасах, качестве, также потребности объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации объекта, прогнозированию воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды, обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий, При проведении операции по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых должны быть представлены в обязательном порядке следующие материалы. Это характеристика используемых в месторождении. Здесь речь идет о запасах полезных ископаемых, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых, их геологические особенности и так далее. Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных способ их захоронения. Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород, особенности используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов. Также должны быть даны рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства. Предложения по максимальному возможному излечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в зоне их добычи в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания и так далее. И, наконец, оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра с представлением заключения специализированной научно-исследовательской организации. Что касается земельных ресурсов и почв, здесь при оценке воздействия обязательно характеристика состояния условий землепользования, земельный баланс территории, намечаемый для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей-собственников, подлежащих компенсации при создании и эксплуатации объекта. Также должна быть дана характеристика современному состоянию почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта, характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров, изменение свойств почвы грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленные перепланировкой поверхности территории, активации природных процессов, загрязнения отходами производства и потребления. Также обязательно должны быть даны планируемые природоохранные мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке, хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью. Ну и, наконец, обязательно мониторинг почв. Касательно раздела отходы производства и потребления. Оценка воздействия этого раздела должна быть дополнена информацией о видах и объемах образования отхода, особенностях загрязнения территории отходами производства и потребления, рекомендациями по обезвреживанию, утилизацию, захоронению всех видов отходов, технологии по обезвреживанию или утилизации отходов, а также должны быть даны предложения по достижению нормативов размещения отходов производства и потребления. Что касается физических воздействий, воздействия на флуору и фауну, то необходимо отметить, что оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового воздействия и других типов воздействия, а также их последствий, должны быть рассмотрены в данном разделе. Должна быть дана характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявления природных и техногенных источников радиационного загрязнения. Что касается флуора и фауны, обязательно должно быть в оценке воздействия дана характеристика современного состояния флуора и фауны в зоне строительства и эксплуатации объекта. Также должны быть представлены материалы геобивотонической карты, флористического состава, видового численного состава генофонда, фауны района воздействия. Также должны быть даны сведения о наличии представителей редких эндемичных видов, занесенных в Красную книгу, о наличии сукцессий, происходящих под воздействием современного антропогенного воздействия на растительность. Также должна быть дана характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества, территории, а также угрозы редким эндемичным видам. Должно быть дано обоснование объемов использования растительных ресурсов, определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность, ожидаемые изменения в растительном покрове. Также должны быть даны предложения по мониторингу растительного покрова. По животному миру также должны быть даны предложения по сохранению, восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны, а также улучшению кормовой базы. Также этот раздел включает программу мониторинга животного мира. По социально-экономической среде. Данный раздел ОВОЗ характеризуется современными социально-экономическими условиями жизни местного населения, характеристики его трудовой деятельности, обеспеченности объекта в период строительства и эксплуатации объекта трудовыми ресурсами, участия местного населения, прогнозы изменений в социально-экономических условиях жизни местного населения при реализации проектных решений. Также санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности. И должны быть даны предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности. Раздел Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе включает в себя следующие данные. Это комплексная оценка последствий на окружающую среду при нормальном режиме эксплуатации объекта, материалы по ценности природных комплексов, устойчивости выделенных комплексов к воздействию намечаемой деятельности, вероятность аварийных ситуаций, прогноз последствий аварийных ситуаций на окружающую среду и население. Должна быть дана оценка неизбежного ущерба наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате намечаемой хозяйственной деятельности в виде ориентировочного расчета нормативных платежей за специальное природопользование, а также расчеты размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативный ущерб окружающей среде в результате возможных аварийных ситуаций. Также должны быть даны рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. Естественно, одним из основных моментов, предусмотренных экологическим кодексом, а также инструкцией ОВОЗ в обязательном разделе оценки воздействия являются наилучшие доступные технологии, а также информация об альтернативных вариантах. По информации об альтернативных вариантах обязательно должно быть указание на основные причины выбора проектного варианта. А что касается НДТ, хотелось бы отметить, что данная концепция получила развитие как основной инструмент предотвращения и контроля загрязнения, призваны обеспечить высокий уровень защиты окружающей среды и охраны здоровья человека. НДТ и аналогичные концепции представляют собой необходимые элементы для определения предельных уровней эмиссии и других условий выдачи экологических разрешений в различных странах. И наилучшие доступные технологии представляют собой не только ключевой элемент для установления обязательных правового отношения, значений предельных нормативов эмиссии, но и иных условий экологических разрешений, которые также служат очень важным техническим руководством, которое используется при проектировании, строительстве, эксплуатации, обслуживании и выводе из эксплуатации промышленных установок таким образом, чтобы предотвратить или контролировать, сократить негативное воздействие на окружающую среду. На этом сегодняшняя лекция окончена. Спасибо за внимание.